Кедровые орехи, каленые и в скорлупе. Традиционно самыми плодовитыми на национальное богатство районами области считаются Тулунский, Черемховский, Качухский и Слюдянский. Но сегодня даже им похвастать нечем, и поэтому лесную продукцию на иркутские рынки доставляют из соседней Бурятии. Продавец Евгения говорит, что пока цены на кедровые орехи не взлетели, она продает по 10 килограммов ежедневно. Тысяча рублей килограмм стоит, баночка 300 рублей ореха стоит. Это свежий Уцборгузинский, Бурятия. Вот этот берет. Есть очищенный орех вот такой, полкилограмма стоит 900 рублей. Это делает Красный Чукой, Чеченская область, Чита. Но орех хорошо берут. Официальный сбор орехов при Ангаре начался с 1 сентября. И уже понятно, собрать получится немного. Причины не урожая просты. Цибирские дары в изобилии бывают только каждые 3-4 года. Таков закон природы. А в этом сезоне орехов практически нет. Добытчики отмечают, сейчас шишки располагаются только в верхней части дерева. А это верный признак отсутствия обильного урожая и как следствие повышения цен. К середине осени стоимость вырастет не только на носами орехи, но и на их производные. Кедровое масло, дробленную скорлупу, жмых и кедровое ядро. Цена ореха – это, конечно, основополагающий фактор. В связи с тем, что в прошлом году, если цена была закупочная от 160 рублей и доходила до 250 к концу сезона, то на сегодняшний день цена закупки уже идет от 270 рублей. Я думаю, она вырастет до 350 как минимум. Соответственно, цена реализации будет в пределах 500, а может быть и 600 рублей даже. Этот дефицит будет в любом случае, потому что если нет самого сырья, то, соответственно, и этого сырья, который, ну, так скажем, ядро, жмых, этого всего тоже не будет. Ну, или будет в меньшем количестве, скажем так. Но специалисты уверены – дефицит временный. Со следующего сезона вновь начнется цикл высокой урожайности, и цена на сибирский орех может упасть до показателей 2014 года, когда 100 граммов можно было купить всего за 40 рублей. Олег Федоров, Александр Барановский. Новости сейчас.